Как объединить веб и блокчейн? Давайте еще что-то. В итоге на сегодняшний день, к счастью, наконец-то народ успокоился. Все поняли, что блокчейн – это не волшебная палочка, что это не какая-то особая гениальная придуманная идея. И он начинает занимать свое нормальное место там, где в общем-то пуля технологий, там, где он может быть полезен, там, где его действительно стоит применять. То есть сейчас уже не вижу проектов из серии «мы построим огромный трубопровод, который будет доставлять молоко вам до квартиры, управлять этим всем будет блокчейн». Когда вот еще год назад таких мне прилетало просто несколько штук в день, сейчас прилетают нормальные запросы. У нас есть какая-то информация, мы хотим с ней работать, мы хотим хранить ее в блокчейне. Ну и для того, чтобы понимать вообще, какие задачи решает блокчейн, сначала вкратце. Первое – это действительно хранение информации. В чем большое преимущество технологии? С небольшим, ну с меньшим количеством накладных расходов позволяет организовать достаточно безопасное хранение данных. В чем безопасность? За счет многократного копирования, да, технология блокчейна работает так, что там много нод, на каждую ноду мы обязательно копируем полностью все данные. Это у нас обеспечивает большое количество копий, да, независимые между собой ноды, очень сложно подделать информацию сразу везде, как только их становится много. Ну и сама технология за счет того, что все ссылается, все данные ссылаются по цепочке друг на друга назад, задним числом внести какие-то изменения тоже очень сложно. И понимая вот эти две ключевые особенности, мы понимаем, что фактически это такой вариант бэкэнда, да, ну не то чтобы база данных, но что-то такое, где можем хранить информацию. Но при этом вот я сказала, да, что не очень дорогое хранение данных, хранение информации, но не совсем. То есть если хранить файлами, это обходится в очень крупную сумму, ну, например, сохранить несколько мегабайт в эфире, да, это может стоить до 5000 долларов. То есть, ну, тут спорно, да, насколько это дешевое хранение, но по сравнению, сама безопасность, которую можно обеспечивать вот этими данными, она обходится дешевле, чем поднять всю инфраструктуру, например, такую же, как требуется для банковской безопасности, для защиты транзакций от внешнего воздействия. Вот если сравнивать вот с этой архитектурой, то блокчейн дешевле. Если сравнивать там с хранением в облаке, либо даже просто на серверах, то, конечно, блокчейн здесь не заменитель. Следующий вариант – исполнение алгоритмов. То есть если мы сохраняем в блокчейне какой-то алгоритм, он у нас остается там надежный, неизменяемый, и есть целый ряд блокчейнов, которые позволяют эти алгоритмы в надежном, вот в этом неизменяемом варианте просто исполнять друг за другом постепенно. Все, что было один раз записано, оно будет выполняться, и каждый, кто запускает, он, в общем-то, убежден, что то, что там было сохранено, так оно и работает. То есть задним числом взять и поменять стоимость доставки, либо поменять правила, кто что кому должен. Если это все работает в блокчейне, так просто не получится. Следы обязательно будут видны, что кто-то что-то поменял, и уже так просто перетереть какие-то данные – это невозможно. Соответственно, там, где нам нужно надежное, однозначное выполнение каких-то алгоритмов, блокчейн нам помогает. И следующий вариант – это то, что пока и серии фантазии будущего на сегодняшний день – это возможно технически, но невозможно юридически взаиморасчеты. То есть, в принципе, технически все готово для того, чтобы переводить денежные расчеты на блокчейн. То есть нет никаких преград, это можно делать совершенно запросто. И вот эта вся история с криптовалютами, она как раз об этом. То есть мы что-то признаем равным деньгами и начинаем этим чем-то обменяться. По факту, что это биткоин мы называем, что мы деньги с карты на карту перекидываем, как там в руках ничего не было, так и тут ничего не было. Но одно – ничего, то, которое на карте признается государством, другое – ничего, которое биткоины государством пока не признается. Соответственно, вопрос больше не технический, а юридический. Поэтому взаиморасчеты – это сильно, как только будет принято какое-то юридическое определение для криптовалют, для вот таких блокчейновых расчетов, будет большой шаг вперед. Но пока это вот то, что все хотят, но пока этого ни у кого нет. Теперь я немножко расскажу, что нужно для того, чтобы запустить свой проект, если мы хотим именно сделать интеграцию вебовского приложения, то есть сайта. Я буду рассказывать сегодня на примере сайта. И если мы хотим его интегрировать с блокчейном. Блокчейн, для примера, здесь беру эфир, потому что про него больше всего информации. Если вы решите начать работать в эту сторону, то найти документацию, описание, как это сделать, для эфира намного проще, чем для других. Для других вообще никак, а здесь хоть что-то есть. Как устроен эфир? Тут, кстати, к вопросу, да, сегодня уже шутили про документацию Bittrex. Вот если мне раньше казалось, что в доке Bittrex чего-то не хватает, нет, я уверена, там теперь всего много, это самое прекрасное. А вот когда смотришь документацию здесь, вот тут, понимаешь, вообще ничего не хватает. Итак, как устроен эфир? Первое, что нужно понимать, есть два вида учетных записей. Первый вид называется внешний, external, это, соответственно, учетные записи, кошельки. То, что я думаю, что все слышали, да, когда у нас где-то хранится криптовалюта, это называется кошелек, программа, и вот это external запись. Ее смысл в том, что когда мы что-то с этой записи хотим сделать, нам нужно подписать свои действия. То есть всегда за этим есть наше такое выражение, что мы точно этого хотим, да, мы выполняем какое-то осознанное действие, но предполагается, что бот это выполнить не может, что это должен быть человек. На самом деле технически может выполнить и бот, только ему нужен доступ к вашему приватному ключу. Ну и по факту отличие external записи от второго вида внутренних, internal, именно в том, что все действия, которые отправляются с external записи, они имеют подпись с приватным ключом, и как бы уровень доверия к ним выше. То есть external — это у нас записи внешние, за которыми предполагаются, стоят люди, а внутренние записи, за ними люди не стоят, это как раз и есть смарт-контракты. Когда мы что-то отправляем в запрос на такую внутреннюю запись, там заранее прописано, что будет происходить, и, собственно, то, что прописано, как правило, и происходит. Хотя, конечно, бывают сюрпризы, когда происходит что-то, на что разработчики не рассчитывали. Один из таких примеров, когда был отправлен неудачный запрос вот на такую запись, и случайно удалили библиотеку, которой пользовалось огромное количество разработчиков. В итоге заморожено в сети эфиры денег на 300 миллионов долларов. Все расстраиваются, но сделать ничего не могут. Теперь следующий важный нюанс для работы с эфиром. Нужно понимать, здесь есть три основных вида памяти. Первое – это storage. То есть это похоже на жесткий диск. Это та память, в которую мы что-то записываем, и оно там сохраняется надолго. С точки зрения блокчейна, то есть самого эфира, имеется в виду, что эта память надежная. То есть это сам фактически блокчейн и есть. Storage – это мы сохраняем в какой-то блок свою транзакцию с новыми данными. И storage у нас достаточно дорого стоит. То есть его использование стоит дороже, чем использование других видов памяти. Что значит стоит использование? Чуть дальше еще расскажу. Следующий вид памяти – это memory. Это локальная память, которой мы пользуемся, пока выполняем что-то в пределах одной функции, в пределах одного вызова, одной транзакции. И stack – это, соответственно, ну, stack – он и есть stack. То есть, понятно, это те действия, которые мы выполняем по порядку. Дальше. Следующий важный момент. Есть в блокчейне гениальное изобретение. Это изобретение именно эфировское. За идею спасибо Виталику Бутерину. В чем смысл? Есть такое понятие – газ. То есть это условная единица сложности выполнения кода. Ну, например, мы хотим что-то сделать, и нам нужно будет за каждое наше действие внутри контракта заплатить. Сколько нам нужно заплатить? Я дальше покажу, как это высчитывается. Но смысл, что изначально оно как бы вот в таких условных единицах вычисляется в газе. Почему газ? Потому что вообще эфир, полное название, это виртуальная машина эфира. Ну, и вот как бы, чтобы машина ехала, ей нужно топливо, соответственно, топливо по-английски, да, получается, газ, и вот отсюда у нас формируется вот такая, прижилось уже такое название, его не переводят на большинство языков, так и используют. Ну, и важная мысль – за плохой код контракта мы платим дороже при каждой разработке, при каждом действии. Подсчет газа, как это все считается? У нас есть какая-то фиксированная стоимость операции. Но вот для примера, если мы что-то записываем в сторидж, запись в сторидж стоит 20 тысяч единиц газа. Первая запись. Когда мы что-то, например, изменяем в сторидже, это стоит 5 тысяч единиц газа. Если мы оттуда считываем, это стоит 200. Ну, вот так вот на каждую операцию есть описание, сколько это стоит. Это все прописано в документации, это можно сесть и посчитать. Но руками обычно никто не считает, это, конечно, делается в ЭДЕшке, либо в компиляторе, они там показывают возможные варианты, сколько будет стоить выполнение той или иной функции. Итак, мы написали код, посчитали, сколько будет стоить, насколько он сложный, сколько газа требуется для его выполнения. Дальше происходит вот такое суммирование. То есть, например, за сам вызов контракта, за отправку транзакции, берется 21 тысячи газа. Дальше я что-то записываю в сторидж, там какую-то переменную. Потом я из него ее читаю. Одной функции записали, прочитали. И дальше меняем значение по каким-то условиям. То есть сумма у меня получается 46200 единиц газа. Окей. Теперь переводим, как это в деньги посчитать. Ну вот мы считаем 46200, умножаем на среднюю стоимость. Здесь уже берется 20 живые. Это как копейки в эфире, только в эфире не 100 копеек, а вот с 18 знаков после запятой. Это вот такая разрядность. Ну, соответственно, 20 живые. Это вот получается 924 тысячи живые в эфире. Если это пересчитать, у нас вот такие получаются уже цифры. На вчерашний день по курсу, то есть 8 рублей 32 копейки за выполнение того кода, который я сказала. Теперь представьте, что у нас разработчик попался не очень, не сеньор, как тут рассказывали, какой он может и должен быть замечательный, а так себе. И он поназаписывал лишних переменных. Либо что-то сделал в цикле. Не дай бог, как гитлист в цикле, либо что-то такое запустил. И с него за каждую операцию по 8 рублей взяли. Ну, 8 рублей, ладно, зарплаты вычтем, переживет. А теперь представляем у нас тысячи пользователей в магазине. И на каждого мы вот это вот выполнили. И за каждого переплатили по 8 рублей. То есть расходы, в общем, довольно существенные. И писать хороший, правильный код становится экономически выгодно. И вот эта идея мне прям очень нравится. Очень прям иногда хочется, чтобы ее внедрили где-нибудь еще. Теперь о том, как это все можно организовать. Для того, чтобы начать работать с блокчейном, для нам нужна нода. Нода бывают публичные и локальные. Я рассказываю опять-таки в основном на примере эфира. Значит, что у нас, что из себя представляет такая нода? Во-первых, это копия всего блокчейна. Это файловая структура, там, где в огромном количестве небольших файлов записывается информация о транзакциях. Весит эта вся радость очень много. Сейчас дальше покажу цифры. И дополнительно для того, чтобы работать с нодой, нам нужно установить какой-то клиент, который будет с ней общаться. Два примера. Варианты публичной ноды. То есть это кто-то на своих серверах поднял ноду и всем говорит, что, пожалуйста, вы можете обращаться к нашим нодам. Они, как правило, довольно сильно ограничивают нас в том, что мы можем делать. И плюс они предоставляют API. Используя это API, мы можем отправлять запросы, считывать какую-то информацию. Но есть целый ряд ограничений. Во-первых, по функциям. Там не все функции можем делать. А во-вторых, по доверию. То есть смысл блокчейна, что у нас своя нода и нам не требуется кому-то доверять. А тут мы добровольно начинаем доверять кому-то, как посреднику. Вот пример, что нам нужно для того, чтобы организовать локальную ноду. Сразу хочу похвалить площадку наших хозяев. Где мы сегодня проводим мероприятия. Мы запускали вместе с ними проекты. Действительно, очень сильно помогли в организации всей инфраструктуры. Хотя до этого, я так поняла, что у них таких решений не было. Но очень здорово, очень внимательно отнеслись к тому, что мы хотели. И очень много сделали именно для того, чтобы помочь нам наладить всю работу на первых порах. Хотя возникало много нюансов и вопросов. Итак, что нам нужно? От 500 гигабайт на жестком диске. Потому что на сегодняшний день нода эфира весит почти 500 гигабайт. То есть она прибывает. И, соответственно, за полгода она вырастет, например, до терабайта. Дальше нам нужен SSD. Обязательно диск, потому что он файловый. Но не обязательно, но так будет лучше и существенно быстрее. Нам нужно обеспечить, чтобы тот клиент, который обеспечивает работу ноды, был запущен в режиме демона. А в большинстве случаев везде описано, что только мы его разово-локально поднимаем и останавливаем. То есть нужно еще разобраться с какими параметрами и как его запускать. Ну и, конечно, нужен стабильный канал трафика, потому что нода постоянно синхронизируется. Если она не получает вовремя ответа, то она теряет связь с блоками и в какой-то момент начинает пересинхронизироваться заново. Ну и нужно создать свой внешний аккаунт на сервере и сохранить его ключ. Дальше. Как устроен смарт-контракт? Вот пример. Чисто внешне очень похож на классовый ООП. То есть у нас есть код контракта, есть переменные состояния, есть функции со своими областями видимости и есть модификаторы. То есть функции, которые вызываются. Мы можем к обычной функции указать перед ней вызов вот этого модификатора. И тогда перед тем, как вызвать основную функцию, сначала нужно будет пройти вот это. Если тут все получилось, то тогда идем дальше. Если нет, вернет ошибку. Теперь методы и переменные. О том, как это работает. На самом деле тот же пример. Есть переменные. Переменные бывают двух типов. Это может быть переменное состояние, которое хранится в блокчейне. Вот это storage почти всегда. Соответственно, запись в такую переменную будет стоить гораздо дороже. Есть у нас локальные переменные, которые мы используем где-то по ходу выполнения внутри функций. Они привычнее, с ними все проще. Они стоят сохранить значение в такой переменной, стоят дешевле. И два вида функций основные. То есть есть функции, есть модификаторы. Есть еще события. Но события работают фактически. Это просто ты ставишь пометку, что где-то в лог запиши об этом информацию. То есть вызвать в ответ на события что-то из смарт-контракта мы не можем. События нужны для внешних каких-то приложений, которые будут работать со смарт-контрактом. Важный момент. Область видимости используется для методов и переменных. То есть сначала первое, что есть, это привычный для нас public-private. Дальше есть external-internal. Это зависимость проверяется, какая внешняя запись может вызываться с внешней либо с внутренней записи, кто может вызывать этот метод. И два вида функций, Pure и View. View, он же констант. То есть мы только читаем значения, ничего не пишем. И Pure выполняет расчеты, но ничего не сохраняет в блокчейн. То есть это такой особый вид функции, который по-особому обрабатывается на машине майнера. Теперь про обмен данными между приложением и смарт-контрактом. Во-первых, мы можем считывать данные. Много вариантов. Вот, например, через API публичных нод можно использовать то, что предоставляет нам кошелек MetaMask. Можно использовать инфуру, которую я показывала. Можно использовать Etherscan. Если нам нужно что-то прочитать из блокчейна, это очень просто. То есть данные отдаются легко. Отправляем там get-запрос, post-запрос. Он возвращает всегда результат. И второй вариант. Мы работаем со своей нодой. Тогда у нас на ноде должен быть клиент, который создает RPC сервер. И мы на этот RPC сервер отправляем JSON-запрос. Если мы только читаем данные, то мы не платим за это. То есть у нас газ не тратится. Не нужно подписывать транзакцию. Это тоже, опять-таки, простая, достаточно операция. Если мы хотим сделать какой-то более сложный запрос, что нам нужно? Во-первых, нам нужно определить адрес ноды. Вот тут есть нюансы. По умолчанию нода отвечает по localhost. Поэтому если мы делаем вебовское приложение, запускаем ноду, пытаемся к ней обращаться через JS. Очень распространена библиотека. Везде пишут, хотите общаться с нодой, используйте библиотеку веб3.js. Но если мы по JS обращаемся к localhost, понятно, что в каждом браузере он уже этот сервер не найдет. То есть это должно все находиться на одном и том же сервере. Можно сделать обращение к ноде по IP-атресу, либо по домену, но тогда мы получаем большую дырку в безопасности за счет того, что к нашей ноде может обращаться кто угодно. Если вы не готовы пропускать чужой трафик через свою ноду, то опять-таки мы этого не делаем. Соответственно, библиотека веб3.js, как вывод, не очень подходит для решения именно веб-серверных задач, для работы с приложениями. Что можно здесь использовать как промежуточный вариант? Есть кошелек Metamask, который позволяет обратиться через свои данные к публичной ноде и что-то прочитать. То есть тогда у пользователя должен быть установлен этот кошелек, он заходит на ваш сайт, нажимает на кнопочку, Metamask активизируется, отправляет запрос, и дальше вот это вот все уже происходит. Понятно, не самая удобная история, но тем не менее возможны варианты. Если мы этого всего не хотим, мы можем писать запрос. Ну вот здесь у меня пример на PHP. То есть мы отправляем запрос, вот так он выглядит. То есть тут у нас адрес сервера, тут айдишник, это айди наш внутренний нашего приложения для транзакций, тут метод, который мы вызываем, тут параметры, ну и соответственно все, что нам нужно дополнительно. То есть можем просто вот в таком формате отправлять запрос к серверу. Вот что он нам вернет, тот же самый JSON. Если все прошло успешно, он нам возвращает хэш транзакции. Если что-то пошло не так, он нам выдаст ошибку, но сразу скажу, он не очень разговорчив, то есть там в большинстве случаев он пишет просто error и все. Не сильно объясняет, что там ему не понравилось. Если мы говорим уже про смарт-контракты. У нас, допустим, где-то в ноде, в блокчейне живет уже смарт-контракт, мы хотим с ним поработать. Пример, как построить запрос. Вот этот запрос, то, что я сейчас показываю, это у нас был проект, есть веб-сайт, который записывает данные в блокчейн, в ответ на то, что там что-то записали, происходит отправка токенов этой компании. Значит, что мы делаем? Используем метод здесь sendTransaction. Сначала формируем строчку с данными. Вот здесь небольшая хитрость. Для того, чтобы работать со смарт-контрактом, с методом, нам нужно сформировать подпись этого метода. Сформировать подпись этого метода на PHP, это оказалось та еще радость. В общем, выяснилось, что если вы не планируете делать это гибким, проще один раз посмотреть подпись этого метода и константы передавать. Потому что там нужно отсчитать определенное количество байт, их развернуть, получить их в другой кодировке после этого, еще что-то удалить, я сейчас так не вспомню, и только вот этот остаток, а еще дополнить определенным количеством нулей, и только этот остаток будет подписью метода. В общем, с учетом разных кодировок на разных серверах, с учетом того, что у нас могут передаваться в параметрах другие данные, то есть вот эта подпись оказалась не самой простой, но и вот эта вот часть первого ее идентификатора выяснила, что проще сохранять как константу для каждого метода. Дальше вот мы получаем уже, в общем-то, наши динамичные параметры, их тут преобразовываем, дополняем нужными нулями, и у нас получается строчка с данными. Теперь что мы, собственно, отправляем сам запрос. Опять-таки подключаемся к серверу, передаем ID-шник нашей операции, вызываем метод и передаем тут все параметры. С какого адреса мы отправляем? Он должен быть привязан обязательно к нашей ноде, должен иметь достаточно прав для управления, для отправки этого запроса на контракт и так далее. Здесь указываем, сколько газа мы готовы за это заплатить, и здесь тоже бывают варианты, что, например, мы делали проект в одно время, потом нагрузка на сеть выросла, и газа теперь требуется больше. То есть мы должны за этим следить показателем. Ну и куда мы отправляем? Это адрес контракта. И вот только в конце, вот это наша сформированная строка, собственно, с запросом. Мы отправляем это туда, и, соответственно, у нас происходит ответ. Казалось бы, тут более-менее понятно, есть еще два небольших момента, что нужно учесть. Перед тем, как отправлять какой-то запрос, нам нужно разблокировать аккаунты, иначе нода отказывается работать с нашим аккаунтом, будет возвращать, что вы как бы не авторизованы. Чтобы разблокировать аккаунт, нужно передать приватные ключи, и нода должна иметь возможность его проверить. Поэтому такие ключи, он должен быть еще по особому образу сохранен на локальной ноде. Это, кстати, причина, почему публичные ноды не все действия поддерживают. Итак, создаем сам запрос, указываем, что мы хотим разблокировать аккаунт, указываем пароль, на какой промежуток времени мы это делаем, отправляем этот запрос, потом отправляем запрос, собственно, сам с данными, что мы там хотим получить, либо изменить, и только после этого мы еще раз вызываем, но теперь уже блокируем обратно аккаунт. То есть принцип примерно такой, вместо авторизации мы разблокировали, что-то сделали, обязательно заблокировали. Если мы вот здесь оставим не 30, а какое-то другое большое количество времени, наш аккаунт останется открытым, и в принципе любой желающий от нашего имени может отправлять запросы. И вот на сегодняшний день в блокчейн-проектах так везде. Очень много вот таких вот моментов, где на сторону разработчика ложится гораздо больше ответственности по обеспечению безопасности, чем мы привыкли в других приложениях. То же самое в смарт-контрактах. Мы проверяем все. Нет какой-то среды, нет какой-то еще системы, где кто-то что-то за нас допроверит, где будет как-то что-то такое, сработает какая-то другая защита. Нигде ничего не сработает, поэтому если вот как с библиотекой кто-то удалил, 300 миллионов люди потеряли. То есть вот нет какой-то внешней защиты, нет какой-то среды, каждый сам по себе. Все думают самостоятельно, что же делать. Вот, разблокировали, ой, заблокировали уже аккаунт обратно. И, собственно, общий вывод, что делать, если мы хотим интегрировать веб и Ethereum. Первое, нам нужна своя нода. Ну, нам нужна нода, своя или публичная, зависит от того, что мы хотим делать. Второе, нам нужен аккаунт, который будет управлять смарт-контрактом и к которому мы даем доступ на сервере. То есть это тоже то, что нужно настроить и организовать. Это не происходит само по умолчанию. Нам нужен смарт-контракт, у него должен быть адрес, и нам нужно знать подписи тех методов, которыми мы будем пользоваться. Дальше мы формируем запросы, то есть с веба мы отправляем в JSON запросы на RPC сервер нашей ноды. Ну и пятое, мы получаем, собственно, ответ на вебе, который уже разбираем и что-то с ним красивое делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok